В Ненецкой окружной больнице в этом году открылся кабинет профилактического консультирования. Специалисты отдела выявляют степень никотиновой зависимости и, более того, помогают пациентам от нее избавиться. За несколько месяцев к медикам обратилось порядка 50 жителей Заполярья. Некоторые из них после пройденного курса и вовсе отказались от этой пагубной привычки. Мы с вами проведем небольшое исследование по определению содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе. То есть нужно нам определить, какая степень гипоксии и есть ли вообще эта степень гипоксии. Андрей Кожемяко пришел в кабинет профилактической консультации для того, чтобы навсегда отказаться от вредной привычки. Собирался долго. Мужчина курит уже на протяжении 26 лет. Признается, в сутки ему требуется минимум 15 сигарет, а это очень большая доза никотина ежедневно. Специалист проводит небольшой тест, чтобы узнать степень зависимости. После на аппарате смокелайзер определяет концентрацию угарного газа в легких. Я начал пробовать бросать курить уже в таком довольно-таки осознанном возрасте. То есть где-то лет 5 назад начал задуматься и стал время от времени бросать. Когда-то получалось месяц-два не курить, потом опять закурил. Ну вот, решил в конце концов все-таки окончательно и бесповоротно это дело сделать. По итогам теста у мужчины тяга к курению из-за стрессов и нервов. Но есть хорошая мотивация отказаться от табака. И как заверил пациента врач, после индивидуального курса он сможет оставить сигареты в прошлом. Еще один желающий распрощаться с средной привычкой Владимир Рожин. Молодой человек, курит в течение 5 лет. Пришел на консультацию, чтобы понять, почему так сложно бросить курить и как перебороть тягу. Расскажите, что происходит, когда вы закуриваете? Почему, по каким причинам вы закуриваете? Есть желание покурить, то есть какое-то, возможно, похожее на чувство голода. Например, если с утра проснулся, позавтракал, потом не хочется покурить сигареты. Психолог рекомендовал делать по утрам дыхательную гимнастику и физические упражнения. А также определил степень зависимости и причину, из-за которой у молодого человека появляется дикое желание курить. У меня слабая зависимость от курения. То есть, в принципе, мне не хватает для того, чтобы бросить только мотивации к этому, к отказу от этого самого курения. То есть, от никотина я не сильно зависим. То есть, между мной и тем, чтобы я бросил курить, стоит только мотивация. То есть, мне нужно смотивироваться, наверное, в первую очередь самому себе, и тогда все получится. В кабинете медицинской профилактики с пациентами работают и врач-методист, и психолог. Без участия последнего, многим зависимым людям бросить курить гораздо сложнее. После проведенных процедур вместе с клиентом медики определяют план дальнейшей работы. Врачи признаются, самое главное – это желание человека отказаться от вредной привычки. Прежде всего, мы, конечно, нацелены на тех, у кого высокая мотивация. Тогда эффективность лечения будет достаточно высокой. Но от тех, у кого низкая мотивация, наша задача – помочь прийти им к мысли о том, что надо это сделать и чем это чревато. То есть, проинформировать. С марта месяца за помощью к специалистам обратилось порядка 50 человек. Девять из них еще на начальной стадии лечения бросили курить, а четверо уменьшили количество сигарет. Если человек самостоятельно не в силах отказаться от никотиновой зависимости, сейчас ему есть куда обратиться. Записаться в кабинет профилактической консультации можно по номерам, которые вы видите на своих экранах. Олег Котанзейский, Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. Продолжение следует...